Десятки поваленных деревьев, столбов, искореженных машин, вывесок и даже пострадавшие люди. Так закончился для Красноярска один из самых в этом году серьезных ураганов. В диспетчерскую 2.05 поступило 2.500 звонков. Службы устраняют последствия урагана до сих пор. А жители некоторых домов до сих пор находятся без света. Все подробности в репортаже Давида Абаджана. Я понимаю, что это кусок крыши. И просто-напросто он летит нас, я только крыгнул, слушаясь, ребята, и все, резкий удар просто по машине. Вот, ударило, конечно, хорошо. Будничная поездка по Красрабу превратилась для этих ребят в экстремальную. Часть кровли от ближайшего дома свалилась, будто снег на голову. Выбитые стекла, погнутое железо и вызов скорой. Итог вечернего вояжа во время урагана. Осколки полетели по всему салону, а он сидел, как раз, между двух сидений, с нами разговаривал. Вот, ему прилетело стекла в глаза. Ну, приехала скорая, вроде как бы убрали все остатки стекол. Госпитализация отказался, говорит, поехал домой. Если бы не стойки, то есть непонятно, чем бы это все закончилось. Всего профлистами от здания граждан проекта придавилось 7 автомобилей. 4 на проезжей части, 3 на парковке. Некоторые превратились в бессмысленную груду металла. О чем подумали сразу? Это же вообще жесть. Ну, материться же нельзя в прямом эфире. Ну, конечно. Ну, страшно. Хорошо подумала, что хорошо я еще там не сидела внутри. На место съехались все службы и ведомства. От полиции до районной администрации. Эксперты подсчитывают убытки и ищут виновных. В этой истории только один положительный момент. Зато самый важный. Никто, по сути, не пострадал. Вообще удивительно, как этот огромный железный ковер никого не зацепил. Да даже из прохожих. Ну, а те, чьи машины пострадали, делают мудрый вывод. Кусок железа восстановим. Зверь, все скрежет. Прям вот мы только с балкона заходили. А это черемушки. Свето-звуковое шоу. Местным устроили два столба, которые дружно легли под натиском ветра и оставили жителей без света. Такому раскладу люди не удивляются. Опоры давно держатся на честном слове. Конечно, боимся. Тем более у нас аварийный дом. Если упадут, эти деревья начнут падать, и вот этот столб, у нас дом развалится. Деревья тоже в этот день не выдерживали. Бригады выезжали на 12 адресов. В пяти случаях стволы падали на машины. Люди, пассажиры автобуса своими силами пытаются бороться. Служба бездействует. А это теперь просто комплекс на свободном. Первое слово брошено на ветер. Монтажники огородили парковку УТЦ и восстанавливают орфографию. Впрочем, сдувало не только Красноярск. В Железногорске у супермаркета Батон снесло крышу. Вокруг разруха. О пострадавших в ведомствах не сообщают, но в комментариях в сети люди рассказывают о ранах от упавшего шифера. А этот центр у Жура и тоже магазин. Выглядит нездоровым. Теперь хозяину нужно экстренно латать кровлю к зиме. Минусинский ветер объединился с другой стихией – огнем. Порывы разносили пламя на окраинах. Картинка, как при лесных пожарах в крае. Итоги ветреного ада в Красноярске подводят в департаменте городского хозяйства. Диспетчеры службы 205 приняли 2500 звонков. Но это не рекорд. В прошлом году подобный же ураганный ветер был в начале ноября. И тогда было 7000 звонков. Соответственно, повреждений тоже по сравнению с прошлогодним ураганом меньше. Единственное, что в этом году пострадали, к сожалению, люди. Это мужчина на проспекте Красноярский рабочий, женщина на проспекте на улице партизана Железняка. Синоптики в ближайшие дни сильных порывов не прогнозируют. Поэтому, по крайней мере, сегодня водители могут спокойно парковаться, а пешеходы гулять, несмотря наверх. Давид Абаджан, Иван Марков, Иван Нарафеев. Новости Прима.